Деда Мороза придумал знаменитый детский писатель Самуил Маршак. Он же позже написал и известную сказку «12 месяцев», по которой в 1972 году был снят первый фильм-сказка для детей. Экранизация новогодней сказки кардинально изменила жизнь двух главных героинь этого фильма – Натальи Поповой. И Лианы Жваний. Помиловать, казнить. Напишу «казнить» – это короче. Как и в фильме, в жизни они абсолютно разные. Лиана – авантюристка, Наталья – сентиментальная мечтательница. Ну, говори скорее, где подснежники. Раз, два. Однако отличия в характере не помешали девушкам подружиться еще во время учебы в Ленинградском театральном институте. На сдаче дипломного спектакля молодых актрис заметили и пригласили пройти пробы для новогодней сказки на Ленфильме. Когда я думала, что меня возьмут в актрису, я всегда была полненькая с детских лет. И как-то думала, ну какая я актриса, ну как. Помню только вот этот лист огромный с большим количеством фотографий девушек. Я была там не самая лучшая. Несмотря на все сомнения относительно своей внешности, девушек сразу же утверждают на главной роли падчерицы и королевы. Граник Анатолий, режиссер, увидел нас, посмотрел наши фотографии, сказал, что мы ему очень нравимся. Пришел, посмотрел тоже на спектакль и сразу без какого-либо конкурса нас утвердил. Вопрос, кому из них быть королевой, а кому падчерицей, перед режиссером Анатолием Граником не стоял. Это меня рассматривали именно как падчерицу. Лиану же выбрали королевой. Собственно, девушки играли самих себя. Тяжело делать грим все время, вот этот парик с косичками. Я уже боялась, что я облысею после этих съемок. Гордячка королева Жвания была недовольна тем, как проходили съемки. Съемки происходили в павильоне, а как помните, там был снег, зима, сугробы. И вот мы должны были изображать жуткий холод, да. А гримеры сзади подбегали все время. Давайте мы вам пот вытрем, попудрим, потому что все были мокрые от софитов. От жары жуткой. Еще снег падал. Я там что-то говорю, а мне снежинки залетают в рот, я их глотаю. Они же из бумаги, вот такие снежинки из бумаги. Я их глотаю, поперхнулась один раз там, чуть не подавилась этими снежинками. А вот послушная, стеснительная падчерица Наталья чувствовала себя на съемочной площадке, как в настоящей сказке. Сказочная атмосфера была, и было очень приятно работать с большими мастерами. И вот события, происходящие на съемочной площадке, начинают развиваться очень странным, почти мистическим образом. В будущем они повлияют на жизнь главных героинь. Седой, почти лысый, в очках, смешной человек, очень похожий на своего папу. Представляется, я сын Маршака, очень скромненько так, пожал мне руку. Я в восторге от первых проб. Он посмотрел уже какие-то первые были уже пробы, съемочные дни. Я в восторге. Вы именно та королева, о которой писал мой отец. Сын автора новогодней сказки Самуила Маршака, Эммануил, работавший на картине консультантом, увлекся королевой Лианы. В это время с Натальей и так же происходят довольно странные вещи. Когда режиссер Анатолий Граник показал девушке две фотографии разных актеров, Наталья и не догадывалась, что именно она выбирает в этот момент. Ну, Наташа, выбирай. Какой? Вот этот или этот? На одной фотографии был молодой человек с голубыми глазами, белыми волосами, ну, совершенно шелель. А на второй был вот так человек нормальный, но очень хорошая улыбка в него была. Ну, я, конечно, выбрала того, который был похож на Леля. А Анатолий Михайлович мне сказал, ничего ты не понимаешь, будет этот. Ну, этот так этот. Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылезайте муравьи после зимней стужи. Парнем с хорошей улыбкой оказался артист театра оперы и балета имени Кирова Алексей, который сразу же был утвержден режиссером на роль месяца апреля. Встретились мы только во второй серии. Петиция мне не понравилась, потому что он безграмотный был, он балетный, танцовщик. И, естественно, у него немножко другие навыки, очень театральные, и мне казалось, невероятно фальшивые. Прислала меня мачеха за подснежниками. Слышишь, братец, за подснежниками? Значит, твоя гостья. Принимай. Но через некоторое время, встретившись с апрелем на съемочной площадке, Наталья неожиданно для себя влюбляется в него. Когда мы встретились на площадке, тут я пропала, честно говорю. Ты гори, костер гори, смолы вешние вари, пусть из нашего котла по стволам пойдет смола. Тем временем в Лиану Жванию все больше влюбляется младший маршек. Проникся ко мне нежным чувством, граничащим просто с какой-то влюбленностью, он посвящал мне стихи. Лиана, жена его ухаживания, отвечает, как и ее сказочный персонаж, отказом. Вы что, сговорились все апрель до апрель? Слушать я этого больше не хочу! Королева хочет видеть рядом кого-то более достойного ее величества. Он был старше меня, я была молода и влюблена в своего будущего мужа, и мы с ним не, так сказать, не все. Королева отказала Эммануилу, а тем временем Алексей, исполнявший роль апреля, начал обращать внимание на падчерицу Наталью. Ну, я все так сидела скромно, а он крутил ФУТ передо мной. Ну, пока готовят кадры, он крутится, крутится, боялся навык потерять, вероятно. Романтические отношения постепенно превращаются в настоящую любовь. Дружили, ходили за ручку, мы другое немножко поколение были люди. Но было уже ясно, мне кажется, что мы не расстанемся. Это так вот как-то так уж бабахнуло, и все, и на всю жизнь. События, разворачивавшиеся на съемочной площадке новогодней сказки, повлияли на дальнейшую жизнь Лианы и Натальи. Даже слова месяца апреля, оказалось, имели пророческий смысл. Вот он мне там дарит колечко в фильме, ты катись, катись, мое колечко. Вот, и говорит, что он вот как увидел, так уж век бы и не расставался. Ну, и вот так и получилось, на самом деле. Если случится беда, брось его на землю, в воду или в снежный сугроб. И скажи, ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко. В летней сине, в теремок осенний. Да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Мы придем к тебе на выручку. После завершения работы над фильмом Алексей и Наталья поженились. Известные режиссеры заметили молодую актрису в ее первой роли падчерицы. Они предлагают сниматься. Непривередливая Попова с радостью соглашается. Предложения поступают одно за другим. Наталья задействована как в кино, так и в театре. Ее же подруга Леана Жвания с присущей королеве придирчивостью отказывается от заманчивых предложений великих режиссеров. Это была роль девушки-маляра, которая приезжает из глубинки красить стены в большом городе. И там какая-то общежитие, пьянь какая-то. Я говорю, спасибо, но этот сценарий мне не подходит. Отказалась от работы с великой женщиной-режиссером Кирой Муратовой. Танцуйте! Танцуйте! Королевские амбиции и жвания привели не только к отсутствию работы в кино. Они разрушают личную жизнь Леаны. Ее муж настаивал, чтобы Леана не отказывалась от предложенных ролей в кино ради театра. Я сказала, Леша, сказала я, не решай за меня, пожалуйста, кем мне быть. У него не было работы, не было денег в нашей молодой семье. Ты же будешь богатый, знаменитый. Я сказала, Леша, а я хочу быть актрисой театра. Ты за меня, пожалуйста, не решай мою судьбу. Не убедив упрямую Леану, муж отправляется в Германию, бросив жванию с маленькой дочерью. В это время в семье Натальи Поповой подрастает сын Илья, которому родители решили показать сказку 12 месяцев. Помню, как мы показали впервые этот фильм сыну, и он сидел тихо на подушечке, он был еще маленький такой, смотрел, все смотрел. Там же две серии вообще, никуда не встал, не отошел, все смотрел. И потом дедушка его спросил, ну что, Илья, ты папу-то с мамой узнал? Да всех я узнал. Пошел играть. Если в семье бывшей падчерицы и месяца апреля все обстоит хорошо, то для Леаны Жвани и матери-одиночки наступает период переосмысления своего отношения к жизни. Как в финале сказки 12 месяцев, свое поведение меняет ее героиня, королева. Кажется, я поняла. Подвези нас, пожалуйста. Мы очень замерзли. И вот моя героиня тоже прошла такой путь от такого, в общем-то, капризного, капризной самости такой, когда она была в пуп земли в своем восприятии, она пришла к открытию того, что она не одна, что есть другие люди, что их нужно любить, нужно помогать, их нужно щадить, их нужно понимать и нужно еще доказать, что ты имеешь право быть человеком. Леана, переписываясь с Эммануилом Маршаком, пытается восстановить отношения, но он вскоре умирает. Я вырезала некролог, да, вот, о его смерти, с грустью я об этом узнала случайно. Он болел, я знала, что он болел, но он скоропостижно скончался, и я даже не смогла попрощаться, приехать к его гробу. Это страшное событие сильно повлияло на переоценку ценностей в жизни актрисы. Леана смиренно воспринимает последовавшую череду потерь, не теряя надежды на сказочное чудо, ожидающее в будущем. У меня прекрасная дочь, вот это моя гордость. У меня мама прекрасная, которая сейчас немножко приболела, вот, папа умер, брат умер. Ну, вот такая моя семья. Я все равно очень счастлива. Я верю в то, что подснежники бывают зимой. Подруга Леаны Наталья, с которой они до сих пор дружат, также продолжает верить в сказку. Ну, эта сказка, она так как-то сопровождала меня всю жизнь. Вот это вот мы с Андрюшей уже 33 года как женаты. И уже сыну 30 лет, боже мой. Так что у нас вот такой подснежничек получился. Всю жизнь верю в какое-то чудо, что вот есть этому чуду место в жизни человека. Только нужно не проглядеть, а если уж оно вот тебе даровано, то поберечь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»